С миром! Мы, как обычно, доехали? Доехали уже? Это здорово, конечно. Ну, как вы дорогой ехали-то? Я, пожалуй, думаю, смотри, не спите. Как ехали дорогой-то, как? У нас банка мёда. Он говорит, что у них банка мёда, оказывается, мы банку мёда не отдали. Не отдали? Да, машине забыли, видимо. Я-то думал, отдали, а, оказывается, не отдали. Я не понял, это что, увезли, что ли? Ну, верните. Так не пойдёт. Не пойдёт. Я думаю, что там ей отдали, а она сегодня звонит, мёду нет. Я ещё должен думать, как это так? Это хитро-мудро сделали. Вернуть, узнать адрес, прислать или как-то ещё. Ну, вот, смотрите, варианты два. Либо я сейчас Табитову звоню, чтобы он вам выслал, мы оплатим, как бы этот мёд мы купили. Либо этот вам не... Ну, как вы могли так, когда вам поставили, а вы не отдали? Как это? Как понимать? Ну, я-то не знал, всё, кому. Ну, а кому? Кому? Ну, кому? Это не ваше. Заезжать в одно место только. Ну, они не заметили. И я не заметил. Я не заметил, что это наше. Я не заметил. Мы просто ехали, и всё. Владимир говорит, достаем, достаем. Чё достали, то достали. Мы же не... Ну, вы пришлите по адресу сюда к нам, и всё. Я потом схожу, отдам. Это понимаешь, в чём дело? Я не могу не... Это не моё. Я уже во имя Господа отдал, и не могу уже распоряжаться или говорить как-то. Это очень серьёзное дело. Я отдал своё, которое у меня на лекарство было. Она больная, я отдал своё лекарство. Не просто с мёдом есть. Я ей по телефону сказал, никому не давай, ты больная, это тебе успокоительная ложка мёду. А мы не отдали. Ну, это вот там есть один брат. Мне не годится это. Объяснить. Это доверили малое дело, в малом неверное оказались. Мне это не нравится. Да мне тоже не нравится. Я обнаружил это, когда мы уже здесь были. Я говорю, а мёд-то что не отдали? Не знаю, говорит. А я не видел. Я говорю, вот он стоит у тебя. Я хоть что буду говорить, всё равно буду виноват я. Я буду прав. Только тогда скажу, доставьте на место, как было. Я дал. Мы созвонились. Она позвонила, а я думаю, что она как раз и отблагодарила. Она до этого говорила, мёд у них есть, а потом ещё раз позвонила, говорит, мёду-то нету, я сказала. И тогда что, я для себя купил в прошлом году ещё? Я ей послал. Я говорю, я пришлю тебе. Оказывается, она и не получила. Всё понятно. Тогда на вас отправлю я. Он когда думает, барану-то приезжать? Да непонятно. Он там к сестре собрался. Я говорю, ты когда-то их заедь сразу, я даю. Ну а сестра-то здесь лежит, если она едет, он завезёт, тогда сюда и всё. Вот он и говорит, что там 100 километров крюк, и что он не поедет. Какой? Поедет сразу. Какой? Ему через Барнаул ехать-то. Не, там другая. Я знаю, он сказал, что как-то. Он ещё внимательно посмотрел, отдал и поехали, благословясь. А мы не знали. Мне это не подходит. Так, Тарасов говорил. Да. Это никому не подходит. Хорошо, Игнат Тихонович, исправлюсь, виноват. Вы меня подвели просто, братья. Значит, завести. Дорогой там, банка может и протекать, и что угодно сделать. И платить за неё надо, ходить на почту я не хожу, мне ещё присылают, я никогда не хожу. Отсылаю на место, заберите и всё, или куда денете. У меня, если нужно, книги только отправляют, и то Володя делает. Ладно, дело прошлое. Вернуть. Скажи ему, пусть через Барнаул едет, заедет и отдаст. Посмотрим, либо я отправлю, чтобы не копнули, либо он отдаст. У нас два варианта. Что он упирается ехать через Барнаул, что ему это 100 километров лишнее. Смотреть, рядом стояло, полметра не видели, а теперь 100 километров увеличилось. Сотни километров, не метров. Километр тысячу метров, умножь теперь это на 100. И что вы делаете? А тут всё рядом было. Заглянул, стоит. Вот мы приезжаем, когда, бывает, там, нет, туда подстыдение было. Ещё раз, шофёру ещё раз, иди, с фонариком, посвети, ничего не осталось. Каждый раз говорю. Я любую заплату берегу. У меня ничего нету. А это прошлогодняя. Нынче я не купил, мне кажется, я не в прошлом году не покупал, позапрошлом. Она у меня стояла там, зимовала, и нынче я её сюда привёз. Ну, понятно. У него в этом году остался мёд другой. Вот этот светлый, а у него тёмный есть, гречишный остался у него. Вы про кого говорите? У Шестобитова, Геннадий Павлович. Ну, баб взял-то много Виталия. Там какая-то посудина была большая. Это у меня позапрошлым году. В прошлом году я не брал, и нынче не брал. У меня нету ничего. Я в таком положении нахожусь. Ну, представь себе, только за бульдозер 71 тысячу отдал. Это 71 банка была бы. Дело-то не в цене. Дело в том, что за 100 тысяч не купишь. Нету ничего. Да, будем исправлять. Ну, решайте сами. Мне нужно доставить на место. Я сказал, созвонился, и приехали пустое. Она не сказала, что мёда-то нету. Значит, доставить ко мне сюда. А тут мы уже отвезём. Вадимир, я тебя плащом накрываю сейчас. А? Слышь, Вадимир, на площади плащом тебя накрываем. Всё, я не пойму, накрываем. Не знаю. Плащом? Да, это жития святых. Когда он подошёл и накрыл плащом там. Ну, всё, выдумок-то много. По поводу этого. Третьякова. Ну? Я увидел сегодня. У него глаза бегают. Он испуганный какой-то. Ну, ещё бы. Не снимайте детей. Я говорю, а что не снимать-то? А вот меня снимали. Меня там это травмировало. Отец меня снимал. Там голенького. Я говорю, тут они не голенькие. Вот, не снимайте. А где вы с ним? В какой момент говорил, не снимайте? Перед службой он мне выговаривал. Ты, говорит, поставил. Ты предупреждай. Не надо. Не надо. Я не знал это. Почему мне не сказал, когда здесь был? Так я не успел я. Там сразу занятия. Да как не успел? Когда мы вышли, мы уже встречались. Вышли на улицу после уже занятий. Ты бы мне сказал. Я бы уже с ним переговорил. У вас как-то интересно. Главное, пройдёт время, а теперь забыл. Забыл. Что это за игра такая? Ты бы мне сказал, я бы на него повлиял. Я бы обличил его. Мне есть, что сказать ему. У него глаза бегают. Как будто он курицу украл у меня. Он когда со мной говорил. Я не буду говорить. Я знаю, что он уезжал. Долго был. Несколько лет его не было. Не простился, ничего. Тут приехал. Сегодня, говорит, я молчал когда на занятиях, потому что не подготовился. Ну, я говорю, готовься в следующий раз. Он брат-то ревностный. Он такие хорошие беседы у него были. Но, видать, Господь отнял просто что-то. Ничего не могу сказать. Не знаю. Я не говорю о том, что чего не знаю, то не знаю. Я знаю только то, что вы не отдали. Да, да, нет, нет. А сверх того, то от лукавого. Отдал, не отдал. Как это поручение было. В общем, за него тревога после сегодняшнего разговора. Ну, потом вроде он оттаивать начал. Он такой был ревностный брат. Мы так беседы смотрели с ним, прям равнялись на него. А сейчас смотрю, как-то он приник совсем. Очень скорбь большая. Он уезжал. Что-то неладно с родителями, кажется, было. И она там где-то сдавала на что-то. Уезжал. Долго был. Конечно, на душе неспокойно. Ни детсобедания, ничего. Бойма лиса. Сел и уехал куда-то в Краснодар. Где-то там были, в тех краях. Но я не могу ничего сказать. Я ничего не знаю, не вмешиваюсь. Никогда не люблю расспрашивать. Глаза бегают. Мало что бегают. Раз бегают, еще живые. Да, это слава богу, что... Но он видно, что оттаивает вроде бы. Но вот Господь, может быть, его вернет. Не могу ничего сказать. Я могу только молиться. Да, будем молиться. Ты вот понимаешь, десятая молитва Божией Матери утром. Уныние, забвение. Неразумие, нерадение. Выучи эту молитву, она коротенькая. Вот у вас все забвение, забвение. Тут ставили. Тем более вы уезжаете. Это можно посмотреть? Вещи остаются. Кому они? В любом варианте. Вы могли посмотреть, уезжая. Вот я говорю, смотри дома, ничего не забыли. Не смотри, не забыли. Они не только свое не забыли, так еще и живое утащили. Я про вас говорю. Да, разбойники просто. Согласен. Значит, привези сюда, мне вернуть. Хорошо, договорились. Вам это урок будет доверенно. Ты двумя руками держись, не потерять, довести. Потому что ты как слуга Божий. Это больному предназначалось. Больному я оторвал. Вы сейчас говорите прям ужас. Стыдно. Я оторвал от себя. Это у меня лекарство. Я ей отдал. Она нам хлеб пекла когда-то. А теперь болеет. В общем так, к этому не возвращаться. Просто обвернуть и все. Хорошо. 100 километров, 200, это ваша забота. Чтобы положение выправить, хорошие отношения остались, 100 километров это не вопрос. Да, конечно. Тем более на машине. Да я если Господь... Два часа. Два часа не полных даже. Да приеду просто, да привезу, если Господь позволит. Не знаю. Не знаю. Говорить больше на эту тему не надо. Так. Да. На будущее имей в виду. Доверили? Не теряй это доверие. Один, другой раз не получится, третий раз тебе уже не доверят. А зачем? Да. Спаси Христос еще раз за гостеприимство. Побыли как? Польза есть какая вам? Очень хорошая. Очень благодарна. Побыли, позанимались, побеседовали. Да. Я не спросил... Замечательно все. Я не спросил, как вы... Вас Елена возила ночью там... на парк, на горный, на мост. Понравилось? Понравилось там, да? Походили. Ну, видишь, она какая... Какая она активная. Да, очень активная. Молодец. Ну, все. Ко мне вопросы есть? Нет, только благодарность. Ну, все. С Богом. С Богом. Отношения наши сохраняются. С Богом. С Богом. Храм.